всем привет вы на канале Двен Китай мы продолжаем проходить бренд боу и мы должны должны найти во первых что с этой удочкой делать во вторых спички у нас есть перо у нас есть если я со спичками правильно понимаю рыба вот здесь вот вводится но нам нужно удочка для нее и что-то еще а и лимон лимон еще нам нужен не знаю где можно починить удочку возможно у него он все таки типа чинит так сейчас давайте побыстренько мы пройдемся добрый день кузю кусок железа да 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 нет вряд ли он нам поможет подождите нам нужно для что нам нужно для удочки то у нее нет крючка леска для леска слишком короткой короче нам же крючок и леска но я не понимаю ага зимнем времени тут никто ничего не делает да да давайте везде посмотрим давайте сюда сходим даже не знаю а подожди слушайте вот здесь вот что а нет вообще непонятно что здесь я не могу понять что вот с этим нужно делать нет это нам не надо пойдем короче положим перышко зима нужно только куда все это располагать вот этого не понимаю а все поняла смотрим вот это вот еще раз изучаем легкий это вот это вот черточка и три точки это перо перо использовать черточка и три точки вот сюда рыба на вот сюда вот своя рыба у меня нет лимона у меня нет и первая одна черточка это спички допустим да вот так он тело нам может вернуть пахнущая одежда а это он говорит пахнущая одежда я пока не могу сделать его человеком найти первый камень а первый камень нам лимон нужен лимон или как-то удочку починить как нам починить удочку как нам починить удочку не на это так не работает вот здесь вот его нет котик я хочу кое-что сделать видите себя естественно вот как я и говорила нужно вырезать немножко чтобы он такой и опа и все все давай смотреть все тем лимоны будет собирать уносить все давай лимончик не дай лимончик мне дай хорошо теперь у нас есть лимончик и останется только рыбу вловить останется только вловить рыбу а какой вловить это пока что вопрос если у нас нет лески так куда нам нужно положить лимон на черточку с одной точечкой быть сюда отлично в принципе это было легко целом ну теперь что-то думать с удочкой нужно вообще не знаю что с ней часть что делать пойдем поговорим с кем-то на базаре может у него попросить нужно сэр смотрите нашла удочку но она сломана вы поможете давай посмотрим где крюк ты видела крюк что вы в точности повторить то что мне сказали в клинике что правда кто в какой клинике клинике у свальда сэр ведь сестра которой когда я сломала штору понятия не имею о чем-то это весьма странная итак забудем об этом вы можете сделать мне крюк для удочки да давай если дашь мне одну монету дам тебе крюк если даже две монеты получишь рабочий крюк мне нужна половина крюка мне нужен целый мне не нужно все вместе будем все вместе будет стоить три монеты отлично теперь мне надо найти три монеты я принесу монеты но мы знаем где их заработать как бы по сути давай три монеты и три выигрыша давай сыграем да 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 три раза мне надо сыграть ах плохо 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 вот это выигрыш называется хорошо еще подожди мне нужно три монеты целых три штуки это много три монетки мне нужно первой ходить ладно наверное не стоит когда я вторая хожу класть в серединку наверное это глупо да так и есть ну вот видите второй как выходить тоже такое себе сложно ладно возможно здесь вырежу но но да Да, в целом, если я хожу первая, то три монеты выиграть легко, если я хожу первая. Но часто ходила не первая, но зато я сделала монеты. Все ок. Давайте отдадим ему их. Привет, ага. Дай, и все, дай, я три монеты ему принесла, говорю. Вот ваши три монеты, сэр. Замечательно, спасибо. Вот твой крюк, надеюсь, он работает. Чудесно. Спасибо, он изумительный, не пройти. Теперь у меня есть крюк. Привязать нужно чем-то, но мне нужно, получается... Здравствуйте, мисс, хотелось бы узнать, есть ли у вас нить или леска? Леска? Нить? О, да, да, есть. Тебе нужно? Ага, да, пожалуйста, сколько? Их довольно много, это хорошо. Я имела в виду цену. Цену, мисс, мне нужно столько, сколько нужно для лески. О, я забыла про цену. Понимаешь, я никогда ничего не продавала. Знаешь что, забирай просто так, надеюсь, он тебя породует. Ну, спасибо, очки большое, хоть кому-то вот это вот. Спасибо, надеюсь, вы установите цены и что-то продадите. Хорошо, классно. Объединяю, значит. Отлично. Теперь идем ловить. Вот здесь вот рыбу вижу. Класс, мы их поймали. Смотрите, какая френдут. Красотка тупо. На превью это надо взять. Отлично, все, теперь мы можем ее пойти. Пойти положить. И это, по сути, мы разгадаем загадку вот эту вот, что он сказал. Ну, мы молодцы. Молоденчики. Мы прям классно все сделали. Использовать. Ну, мертвая рыба. Мм, бедная рыба. Аплодисменты. Я чую победу, я чую вкусный запах победы. Поздравляю. Спасибо, сэр. Я готова. Давайте вернем камни. Да, начнем с огня. Катрем пропутился. Катрем жив. На самой вершине горы он будет ждать тебя. У него мой колпак. Мой любимый колпак. Колпак волшебника, принеси его. А, ваш колпак? Да. Камни прячутся в моих волшебных вещах. Вот почему ничего не помню. Ну, теперь я все вспоминаю. Иди к вершине, найди к отруму. А потом возвращайся, и мы займемся остальными вещами. Хорошо, сэр. Я принесу ваш колпак. Пойдем. Все-таки нас там ждет какой-нибудь партурнакс. А можно как-то залезть, зайти? Пожалуйста. Спасибо. Ты. Ты не партурнакс. Кто смелился разбудить меня? Кто? Ну и ну, вы живой. Простите за беспокойство, сэр. Я френ. Френ. Ясно. Не знаю, что это значит. Я тоже не знаю, что это значит. Это мое имя. Ладно, мое имя Котром. Хочешь знать почему? Конечно, расскажите мне. Котром значит, рожденный в небесах. Я был звездой. И родился в космосе. Все логично. Ого. И как-то не встречала звезду. Приятно познакомиться. Мне тоже приятно, френ. Итак, что тебя привело? Великий волшебник велел принести колпак. Если ты не против, я... Я не могу его отдать. Я разведен. Что значит разведен? Мне нужен колпак, сэр. Это очень важно. Не могу. Если я дам тебе колпак, земля пострадает. Тебе придется найти другой способ попасть домой. Король сказал, что другого способа нет. Прошу, помогите мне. Я сказал, не могу. Меня бросила жена. Она прикрывала мою вершину. Если я сниму колпак, моя раскаленная лава всех убьет, включая тебя. Где сейчас ваша жена? Может, я смогу ее вернуть? Она решила, что пришло время завести свой собственный остров. Так что она порвала со мной. У меня не было и шанса спросить, почему. Я так скучаю по ней. Значит, у нее свой собственный остров? Вы знаете, где она? Думаю, она на воде. Иначе бы я чувствовала ее присутствие. Но я ее не чувствую. Ну, моя любовь. Моя жена. Я пойду поищу ее, ладно? А затем вы отдадите мне колпак. Только если она вернется... Иначе я знаю, что произойдет. Разве вы не можете положить на голову что-то другое, сэр? Например, камень или что-то еще? Нет. Мне нравится этот колпак. Хорошо. Я скоро вернусь. Хорошо. Я скоро вернусь. К этой горе. Так и быть. Что такое? Я знаю, ты одинока. Позволь мне быть твоей мамочкой. Дай покормить тебя. Будь на моей стороне. У тебя появится много друзей для игр. Я не хочу, чтобы ты была моей мамой. Ты страшная, ты мне не нравишься. Френ, с кем ты говоришь? Отомстит женщина. Ни с кем, котик. Что это было? Что это было, говорю? Вот здесь вот нам надо. Вот сюда. Полагаю. Вот это вот она. Ау, мисс, проснитесь. У меня для вас сообщение. Да, здравствуй, вестница. Добрый день. Вестница любви. Любви? Ох, но ты не розовая. Розовая? Нет, я коричнево-зеленая вестница любви. Вестница любви хочет что-то поведать. Да, конечно. Я здесь во имя любви, чтобы вернуть вас к своему мужу. Нет. Он меня обидел. Никто не имеет права меня обижать. Может, он не хотел причинять вам боль? Что он сделал? Он был так горяч, и за это я его полюбила. Теперь же он стал холоден и скучен. Я была брошена и много плакала. Он выращивал красивый красный цветок, чтобы показать свою любовь. Но в этом году ничего не выросло. И знаешь что? Я одна его защищала. Просто хотела немного признательности. Вот и все. Но, мисс, если я найду цветок, вы вернетесь? Наверное. Но мне не осталось надежды. Теперь у меня свой остров. Посмотрим, смогу ли я найти красный цветок. Вы знаете, где он растет? Всегда у основания. Этим он отличается от других цветов. В основании чего? В основании моего мужа, конечно. Принеси его, и я вернусь. Ладно. Здесь? Где-то. Где именно? У основания ее мужа. После горы. Вот и этот вот цветок. Должно быть это тот цветок, что мне нужен. Давай и срежем его. Супер. Теперь вернемся обратно. Но это было легко как бы. Это, в принципе, легко. Это, в принципе, понятно. Да? Да. Так, давай. Где цветок? Вот цветок. Мисс, я нашла его. Смотрите, красный цветок. Спасибо тебе. Он такой красивый. Ты действительно вестница любви. Спасибо, мисс. Вы должны вернуться к мужу. Он очень, по-моему, скучает. Увидимся там в зимнее время. В зимнем времени. Что такое? Ушла. Да, действительно ушла. Да, пойдем тогда к нему. Зимнее время мне не нравится. Она какая-то мрачная. Ну, не в том смысле. Она светлая. Типа тут светло. Но мрачная в плане атмосферы. Что-то такое нагнетающее. Очень приятно видеть вас вместе. Теперь я бы хотела получить колпак. Огромное тебе спасибо. Я никогда не забуду, что ты сделала для нас. Давай, дорогая, забирайся наверх. Получено достижение. ДР Лав. Доктор Лав. ДР. Доктор. А вот и колпак. Еще раз спасибо. Чудно. Опять камней. Здорово. Спасибо, сэр. Нужно опять колпак. Дрикому волшебнику. Пока. Ага, в этом же времени. Пойдем. Давайте отдадим. Вот ваш колпак, сэр. Мой колпак. Я чувствую тебя... Я чувствую, как знания пронизывают мое тело. Я счастлив. Замечательно, сэр. Что дальше? Подарок от почвы. Фрукт. Вот, пожалуйста. Вот фрукт. Вот лежит. Лимон. Создание случайно выбранных элементов. Чтобы мы могли есть. Прекрасно, да? Да. Это потрясающе. Да. Фрукт говорит со мной. Он говорит книга. Моя книга знаний. Она в библиотеке. Но знай. Книга может спрятаться. Так что, должна быть настойчивой и терпеливой. Хорошо, сэр. Тогда я пойду в библиотеку. Подожди. Тебе потребуется пароль, чтобы зайти внутрь. Дай-ка подумать. Думай. Там должно быть что-ли про то, как мы учим. Или... А, я вспомнила. Пароль следующий. Вашими чувствами легко манипулировать. Отключите их перед обучением. Я постараюсь это запомнить. Что это значит? Это значит, что мы часто позвоняем манипулировать нашим разумом. Мы всегда должны следовать здравому смыслу. Никто никогда не должен вам указывать, что думать и во что верить. Будьте голодны к станям и вы будете постоянно эволюционировать. Это сделает вас свободными. Вы будете дрожить каждые секунды своей жизни. Как по мне, учиться и думать очень весело. И любознательность в этом помогает. Я пойду в библиотеку и найду вашу книгу. Хорошо, пойдем. Там вроде в каком-то... Осенью вроде, да? Осенью. В библиотеку можно. Но я точно не помню. По-моему, да. Вообще, меня еще просили показывать больше эмоций на видео. Ну, а те, кто смотрит мой инстаграм, те, скорее всего, знают. Ну, а если не знают или забыли, или еще что-нибудь, то как бы да. У меня сейчас просто не лучшие времена, поэтому мои эмоции иногда не слишком яркие или не слишком показываются позитивными. Снова же из-за... Ты кто? Ты помнишь, Френ? Ты убийца. Ты маленькая психопатка. Такие девочки должны быть наказаны. Ты что, вообще что-то? Делай, как я говорю. Делай, как я, Френ. Прыгай. Я не хотела их убивать. Я не хотела. Почему он... Это ж не она убила их, или как? Моя милая, не слушай этих злых созданий. Ты сильная. Гони их из своей головы, моя дорогая. Я сумасшедший котик, скажи мне. Нет, дорогая, ты должна быть сильной. Не позволяй морочить себе голову. Мой котик, я чувствую себя разбитой, в груди болит. Моя дорогая, я с тобой не плач. Я так тебя люблю. Вот, я хотела сказать до этого, что со мной. Ну, что я немножко, да, немножечко мне грустно, не лучшие моменты, все дела. Но она за меня, как бы, описала сейчас чувства, вот перед этим, моя фраза. Я тоже тебя люблю. Нам нужно идти дальше. Пойдем в библиотеку. Ну, я думаю, что вскоре все наладится. И, возможно, мои эмоции будут более обширными. Я на это надеюсь, что я вернусь к ним. Так, давай. Стой, где стоишь. У тебя есть пароль? Да, есть. Да? Хорошо, какой пароль? Так, а вспомнить слова, что-то вроде... Ваши глаза и уши ограничены цензурой и закройте их перед обучением. Ну, хорошо, что это значит? Только тогда мы сможем увидеть, как этот город. Он был невидим для меня. Знания повсюду, даже в тишине и тьме. Проходи, развлекайся. Спасибо, спасибо. Привет, что ты читаешь? Книга с множеством букв. Порой некоторые буквы кажутся страшными. Может, стоит почитать что-то с кучей картинок? В следующий раз, дорогуша. А теперь, если ты не против? Извините, простите. Так. Морковка читает книгу про морковку, которую собираются съесть. Привет. Привет. Почему ты не читаешь? Потому что мне нужно найти особенную книгу. А, особые книги очень хороши, так что я читаю тоже очень особенное. Да, что я читаю. Здорово. Что ж, продолжу искать свою особенную книгу. Ты. Здравствуйте, сэр. Что вы делаете? Ищу свою особенную книгу. Простите, уже спрашиваю. Почему вы стоите на лестнице? У вас есть крылья. Потому что лестница сделана, чтобы ее пользоваться. А что, если она мне нужна? Тогда тебе следует подождать своей очереди. А что, если это срочно? Я не могу столько ждать. Тогда следовало прийти пораньше. Свиней мне нужно искать. Давайте так. Давайте так. Так уже лучше. Что здесь? Прекрасно. Кажется, мне нужно наполнить отверстие цифрами. Прекрасно. Т1. 2, 3, 4, 5, 6. Не знаю, а как это работает? А какими цифрами? Как мне нужны цифрами? Опа. Так, есть 1, 2, 3, 4 и так далее. Хорошо. Как мне нужны пароль-то? Подожди. Много книг? Так, и что мне делать? Так, и что мне делать? Откуда вам не знать, какой пароль? Какой пароль в библиотеку? Точнее, не в библиотеку. А вот здесь. Как мне узнать пароль? Здрасте. Очень интересно. Давайте спросим у... Этого, может? Ну, я не знаю. Просто у меня больше нет предположений, как я должна пароль узнать. Спросить у волшебника. Ну, или я хз. Книга. Да. Слушай, а пароль ты мне не подскажешь? Походу, он не хочет мне подсказать пароль. Супер. А ну, стой назад. Нет, это не пароль. Где же мне взять пароль? Не знаю. Может быть, здесь висит на табличке. Вот это вот не он? Нет, тут явно не пароль. Так, а как? А как? Какой пароль? Очень интересно. Вот типа 11. И понятия не имею, что еще. Я не знаю. Серьезно говорю, не знаю. Возможно, придется даже закуплить, потому что я прям вообще не знаю. Прям. У меня даже предположений нет. Честно говоря. Спросить, у кого можно. У кого. Не знаю. Вряд ли у них можно спросить. Эй, ты можешь сказать мне правильную комбинацию цемка? Нет, мисс, не могу. Я еще не изучала этого в школе. Чем эта книга особенная? Она о двух кроликах, готовящих ужин. Потом к ним приходят три друга. И пять кроликов кушают ужин. Одни едят морковку. Видишь? Подожди. Может быть, это ответ? Типа 1, 1. Потом 3. Потом 5. Или нет? 1, 1. 3. 5. Нет? Ух ты, какая красивая книга. Да, а теперь я хочу продолжить читать, пожалуйста. Ой, конечно. Может, с тобой. Привет, извини за беспокойство. Да, дорогуша, что случилось? Мне нужна помощь с замком. Я не совсем понимаю его смысл. Это так же легко, как сложить 1, 1. О, ясно, спасибо. Я попробую снова. Нет, мне ничего не ясно. Не надо мне вот это вот. Здравствуйте, сэр. Что вы делаете? Ищу свою особенную книгу. А, этот мне ничем не поможет. Говорит так же просто, как сложить 1, 1. Типа, сложить 1, 1 и точечка. Потом сложить вот это, 2 плюс 1. Ну, троечка, типа. 3 плюс 2. Пятерочка, как пишется. Пятерочка, это буковка Е. 5 плюс 3. Допустим, 8. Такая Е и 2 палочки. Такие 2 точечки. Е и 2 точечки. Это 8 и 5. А, нет, не получается 8 и 5. Там же только от 1 вроде. 8 и 5. Подождите, а сколько тут? 13. О, я сколько здесь. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Нет, 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 нет. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Интересно, интересно. Я не знаю. Это сложно. Это сложно. У меня не выходит. Прости, мы знаем, что тебе сказал король. Ты должна справиться сама. Это довольно просто, дружи. Просто как сложить 1 плюс 1. Хорошо. Сложить 1 плюс 1. В смысле? Я не понимаю. Ладно, давайте, наверное, продолжим в следующей серии. Пишите свои предположения в комментарии. Я не знаю, что он имеет в виду, что она имеет в виду под тем, что нужно сложить еще 1 плюс 1. Типа, ничего не ясно, но очень интересно. Спасибо вам, твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на инстаграм, на твиче. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличное настроение и до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok